Рассмотрим еще один пример. Допустим, мы хотим вывести такую псевдокартинку, представляющую из себя треугольник. В этом треугольнике в первой строчке мы выводим одну звездочку, во второй строчке две звездочки, в третьей три звездочки и так далее. Давать вам всего будет шесть строк, в последней строчке мы, соответственно, выводим шесть звездочек. Как можно было бы такую задачу решить? Очень просто. Сначала выводим одну звезду, потом в следующей операции выводим две звездочки, ну и так далее. Всего шесть строк, и мы выведем весь наш треугольник. Можно воспользоваться одним полезным свойством умножения строчки на число, который заключается в том, что строчка, допустим, а умножить на какое-либо число, скажем, 3, это в результате получается строчка, повторенная три раза, то есть в данном случае а, а, а. Мы можем применить это свойство для формирования строчки, состоящей из одинаковых символов. Скажем, строчка, состоящая из пяти звездочек, это будет звездочка умножить на 5. В результате у нас получится строчка, состоящая из пяти звездочек. Воспользовавшись этим свойством, мы можем переписать программу следующим образом. Сначала выводим символ звездочка умножить на 1, потом выводим символ звездочка умножить на 2, и так далее. Последнее у нас будет вызов функции print символ звездочка умножить на 6. Мы вновь видим, что эти операции очень друг на друга похожи. Единственное отличие в них это то, на что мы умножаем. Давайте тогда заведем специальный параметр, переменную, например, назовем ее c, смысл, который, собственно, заключается в том, сколько звездочек нам нужно выводить в текущей строчке. Изначально это значение c будет равно 1. Значение c каждый раз увеличивается на 1. И увеличивается оно будет до тех пор, пока не станет равным 6. Таким образом, эту программу можно переписать с использованием цикла while. Давайте напишем это в ipython. Заводим переменную c и записываем в нее значение 1. Дальше у нас есть цикл. До тех пор, пока c не превосходит 6, мы выполняем операцию print символ звездочка умноженный на c. И увеличиваем значение переменной c на 1. Выполняем. В результате видим треугольничек, который мы хотели получить. Мы можем с легкостью изменить программу таким образом, чтобы выводился треугольник не из 6 строк, а из произвольного числа строк, который ведет пользователь. Давайте для этого добавим параметр. Число строк, которое надо выводить. То есть первым делом мы читаем значение, которое вводит пользователь. Это значение будет целым числом. Преобразуем строку в число. И дальше, вместо того, чтобы вводить 6 строк, мы будем вводить n строк. Выполняем эту ячейку. Вводим число строк 10. Получаем треугольник из 10 строк.